Вознесение Господня Занимает он всего 10 гектаров земли в начале склона горы, обращенного к Иерусалиму. Однако, по преданию, именно отсюда начнутся события Второго пришествия Христова. В 80-х годах прошлого века священнослужитель храма Гроба Господня, архимандрит Иоаким Страгилу, опытный монах, прошедший послушание на Афоне, получил от Иерусалимского патриарха благословение на строительство женского монастыря на Елеонской горе. Расчистив участок, приобретенный церковью еще в XIX веке, отец Иоаким принялся за дело, посадил оливковые деревья, положил основание зданиям храма, трапезной, келейного корпуса и хозяйственных построек. Созидал он не на пустом месте. Во времена Византийской империи здесь находилась построенная и дивно украшенная равноапостольной царицей Еленой церковь. Стояла она на месте, где Господь беседовал со своими учениками, прежде чем поднявшись на вершину горы и вознестись на небеса. Простояла Византийская церковь до 614 года, а затем было разрушено во времена нашествия персов. Все жившие рядом с ней христиане, более тысячи человек, приняли мученическую смерть. Мысль о том, какая древняя и святая история стоит за начатым им делом, безусловно, вдохновляла отца Иоакима. Тем не менее, строительство святой обители на горе Илеон было совсем непростым. Хотя участок и принадлежал Иерусалимскому патриархату и был фактически заброшенным, примыкал он к арабскому кварталу, жители которой имели на него свои виды. Не раз местные арабы угрожали священнику, однажды даже избили его, требуя отказаться от задуманного. Власти Иерусалима также были не в восторге от идеи строительства христианского монастыря и хоть прямо не запрещали проведение работ, но откровенно затягивали выдачу разрешения. Однако отец Иоаким был непреклонен. В зыбкость с точки зрения закона ситуации он взялся за дело и положил основание Нижнему храму Святой Пелагии, а также построил ряд других зданий. Огромную помощь в этом оказывала священнику его мать Анастасия Панагапулу-Страгилу, принявшая монашество. А до того доктор наук, видный общественный деятель и губернатор греческого острова Хиос. Говорят, вода камень точит. Нескончаемые жалобы арабов, живших на Масличной горе, все же склонили иерусалимские власти к решению демонтировать возведенные монастырские постройки. Летом 1992 года в присутствии сотрудников городской полиции строительная техника проломила ограду Святой Обители и приступила к сносу зданий. За происходящим со злорастом наблюдали местные жители. Однако, когда верхний храм был почти разрушен и пришел черед нижнего, произошло необъяснимое. Во всяком случае, с точки зрения разрушителей. Стоявшая у стены большая круглая икона Господа Вседержителя пришла в движение, подкатилась к бульдозеру и стала вращаться перед ним вокруг своей оси. Вся работающая на участке техника тут же заглохла. Управлявшие ею люди с криками ужаса выскакивали из кабин и убегали прочь, будь то подгоняемые невидимой силой. После случившегося в тот день, исполнить предписание мэрии о сносе монастыря больше не решился никто. Впрочем, когда творится дело Божие, неизбежно появляются и зложелатели, движимые иной противной силой. Монахиня Анастасии была открыта свыше, что сын ее примет смерть, приготовляя место Господу Иисусу Христу для его пришествия. Мать буквально вымолила жизнь архимандрита Иоакима, чтобы тот успел закончить начатое. «Пусть лучше умру я», — говорила она. Именно так и случилось. В 1995 году монахиня Анастасия была схвачена неизвестными в своей келье, связана и жестоко убита. Отец же Иоаким в тот день чудом избежал смерти. Отбиться от убийц, успевших нанести жестокие раны настоятелю, ему помог русский иконописец Владимир, ночевавший при монастыре. Преступников полиция так и не нашла. Три года спустя отец Иоаким по благословению патриарха и согласно греческому обычаю вскрыл могилу матери. Тело мученицы осталось нетленным, а на лице ее выступили капельки мира. Несколько лет спустя могилу открыли вновь. Ничего не изменилось. Только правая рука покойной, с пальцами сложенными в щепоть, теперь была поднесена к груди. Мученица Анастасия была причтена к местночтивым святым, а ее мощи перенесли в монастырскую часовню. Отец же Иоаким трудился, созидая святую обитель, до 2009 года. В великий праздник Вознесения Господня он мирно отошел ко Господу. Тело его было похоронено в той же часовне, где покоятся мощи его матери, преподавна мученица Анастасии. Множество паломников со всего мира притекает сюда, чтобы приложиться к могильным плитам тех, кто прибыл на Елеонскую гору подготовить пути Господу для его второго пришествия. Благоговейно приложились к ним и мы. Дело архимандрита Иоакима продолжилось после его кончины. Отстроен заново и готов к освящению второй верхний храм монастыря. Год от года все прекраснее становится сад с виноградными лозами, фисташковыми, гранатовыми, масличными деревьями. Все это усилиями восьмимонахинь и небольшого числа трудников, несущих послушание при монастыре. И, конечно же, на пожертвования христиан, приезжающих сюда со всего мира, чтобы помолиться и увидеть грандиозную панораму Иерусалима, открывающуюся почти с вершины горы Елеонской. И вот еще о чем нужно непримерно сказать, прежде чем завершить рассказ. В греческом Вознесенском монастыре, несмотря на его небольшие размеры, имеется уникальное собрание святынь. Главным образом это мощи святых Ветхозаветной и Новозаветной Церкви. Множество мощей, начиная со времен библейских пророков. В начало их собирания положил основатель обители, архимандрит Иоаким. Одни святые реликвию он отыскал сам, другие, и таких не меньше, привозили отцу Иоакиму паломники. Третьи, например, древний деревянный крест, были обнаружены при проведении строительных работ в монастыре. Есть здесь и частички камня, с которого некогда вознесся в небо спаситель мира. Большая часть святынь открыта для поклонения и находится в особом помещении рядом с нижним храмом. Тем, кому доведется посетить это удивительное место на Масличной горе, сестры Вознесенского монастыря его обязательно откроют. Как открыли нам, не подозревавшим, сколько благодати вмещает этот малый участок земли почти на вершине горы Елеон.